Я всех категорически приветствую, господа. Нас сегодня намечается продолжение банкета. Вот этой доской. Помните? Я вот так уже делал. Это Compile LA-F612P. Тот самый злосчастный Dell J3, на котором помер видак, видеопамять, и есть косяки в рейме, которая питает КП в ГПУ, и, соответственно, видеопамять. Всё приехало, всё у меня уже. То есть новый видачок. Новый видачок. Снят с новой платы, зариболин. Новый шим-контроллер. Разъём, который оплавлен. И он да поменять. И так по мелочи. То, что в планах, у меня тоже поменять на этой доске. Ну и шесть микросхем видеопамяти, каждая по одному гигабайту. Micron D9CB. Это самая высокочастотная память из микронов G. D3R5. О, научился произносить. Короче, какой план Толкан? Я считаю абсурдным сразу менять видеопамять, сразу менять ГПУ, наводить порядок в ВРМ и запускать. А вдруг что-то пойдёт не так. Это что-то пойдёт не так, может очень сильно фатально отразиться на работоспособности нового ГПУ и новой видеопамяти. Поэтому сначала наводим порядок в ВРМе, где беда, распают перемычки. На холостом ходу, так как здесь будет перегрузка по-любому, на холостом ходу смотрим, как он отрабатывает свою функцию на плате. Если всё хорошечно, то будем менять ГПУ и ВРМ. В этом ролике говорить я буду крайне мало. Больше буду работать руками. И не только. Поэтому наливайте, чего там обычно наливаете, пейте, что там обычно пьёте. И мы начинаем начинать. Порислась! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok И меня это очень сильно смутило А еще меня смутило Субтитры создал DimaTorzok 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 Которые работают в параллель на один Огроменный накопительный дросселек Ну такое все решение То есть если есть такой потенциал микросхемы Почему бы его не задействовать Так вот Это я узнал потом Что нормально Этот стабилизатор Не нагруженный Не запускается Ну как Запускается и уходит в ошибку По превышению напряжения Ну Я-то что Я-то смутился тем Что компоненты паянные Компоненты паянные В том числе и на конфигурационных выводах Этой микросхемы То есть Конфигурируется как и рабочая частота Коммутации Да Затворов транзисторов Также конфигурируется режим работы В однофазном Либо в двухфазном режиме Вот Выходное напряжение Полтора вольта Точнее 1,55 вольта И 1,35 вольта Ну так же Обратная связь И мне это все пришлось проверять Несколько компонентов я поменял Которые были ну явно Как будто после коррозии То же самое кстати касается двухломника Возле одного дермоса В трехфазном ВРМ Который питает уже ядро ГПУ И вот Там, там, там Время потрачено Это как бы не совсем быстро Учитывая что схемы нет Ну Поэтому ушел Кусочек времени Очково Очково, реально очково Запускать ВРМ В работе которого Ты не уверен С установленной на Плату На МГПУ И видеопамять Вот наконец-таки Свершилось Я уже даже Подотмыл тут все Фокус Восстановил прогар Фотополимерным лаком Как вы видите Сюда уже Приехал жить Предохранитель Подходящий Это на всякое лучше Чем дросселечек Да Который здесь стоял Ключики Подобрал Подходящие Суставные суда Шимконтроллер Новый Ну Соответственно Навел порядок В обвесе Шимконтроллера Которым построен ВРМ Питающий Видеопамять И КП Разъем поменял Под один из кулеров Поменял Вот этот Электролит На 100 микрофарад 25 вольт Ну и также Видеопамять И ГП Перемычки запаяны Все отмыто И теперь Что теперь Теперь дело за малым Давайте запускать Вот такой пакетоз Со скарбом Который отдам заказчику Надеюсь Все взлетит Но он в принципе Обязан взлететь И нас порадует Порадует Нун бучок Прекрасным событием Что ты так сказал Прекрасным событием В лице Наличие 1066 Без ошибочек Что я сейчас делаю Да в принципе Нафиг память Нафиг память Ну давайте поставим память Так Эта плата у нас Уходит в автовключение Так что кнопку Подключать не обязательно Что проверим Проверим работу Врейма Как и питающего Однофазный Питающего КП и видеопамять Так и трехфазного Питающего ядро ГПУ Ну и уровень Входного напряжения Ну а все остальные Проверки Это у нас уже После частичной сборки Полноценно собирать Не вижу смысла Потому что Ну всякое может быть Это же жизнь Да Так Автовключение Произошло Арбайт На 1 ВРМ Это вот там Где я менял ключики Это вот питание Контроллера памяти И видеопамяти Это у нас питание И драго Пул И третья фаза Окей Все работает Ну уровень я уже проверял Второй вольтовый Так Ну современные делы Вы же знаете Да что если вы подсунете Блочок Без соответствующего Промо One wire Который будет подходить По мощности Да То он просто-напросто Запустится И через Буквально секунду Ран 10 Выключится Полтора Ну 1,55 вольта Есть Все окей Все ровненько Теперь что надо сделать Ну по классике Жанра частично собрать Проверить Как там себя чувствует Видеокарточка Если все окей То можно будет Финально Уже с хорошей Дорогой термопастой Собирать Клеить все наклейки Ну и Отправлять аппарат Тест С десятого раза Получилось А ребята Довольное лицо Волосатый Бублик Полностью собранный Аппарат Пакетол С общей Ссями Это вам о чем Небудь говорит Правильно Предварительный тест Он прошел Теперь он Трубит Уже В полноценных Тестах После финальной Сборки Кстати На предвариловке Вылез прикольный Прикол Сейчас найду Деталюху И покажу Вы это видите Вот это Это предохранитель Который стоит По питанию Драйвера подсветки В матрице У этого маленького Говнючка При комнатной Температуре Ну комнатная В моем случае Сейчас 20 плюс Спротивление 2,5 Ома Что является Очень и очень Странным Значением И он Расположен В таком месте Которое Очень и очень близко К ВРМу Как и питающему КП И видеопамять Так и соответственно Ядро ГПУ Так вот Как только у нас Текстолитик прогревался В стресс тестах Минут 5 где-то надо было То начинала Мерцать подсветка С одной стороны Преда была Как положено По напряжению По уровню А со второй стороны Постоянно Были у нас Провалы Вплоть до 10 вольт Соответственно Подсветка то включалась То выключалась Ну и После замены На исправный Такой же пред Проблема Ушла В аналог истории Короче Все ровно Разумеется Аппарат будет еще Тестироваться Как минимум Сегодня До конца Рабочего дня Осталось немного Времени Ну и завтра Целый день Возможно Выходные И потом будем Выдавать Заказчику Теперь наверное Стоит подно ехать Подно еть Окаянный Текс Видать Он там все Чем может Похвастаться Данный Ноутбук От компании Дел Это у нас GTX 1067 Max Q Ну здесь 66 6 гиговая О чем нам Не двухсмысленно Намекает GPU Z Микрон Память осталась Та же Ну правда И новую Разумеется Поставил Температуры Учитывая какая здесь Система охлаждения Какая температура Кружечей среды После часового теста У GPU Достигает Порядка 68 градусов Вот Ну Тест Часовой Я думаю Это длительный Тест То есть Температура Успела Стабилизироваться И система Охлаждения Соответственно Показывает Максимум Своих возможностей При такой температуре Окружающей среды Будет холоднее Соответственно Будет И аппарат Полегче На этом я думаю Все Пора сворачивать Данный киношедевр Хорошего должно быть Понемножечку Надеюсь Вам понравилось Делать вам Ничего не надо Абсолютно Ничего не делать По традиции Желаю крепкого здоровья Увидимся Когда увидимся Увидимся мы Очень скоро Пока Пока